Все говорят, она длится не более пяти минут, если пять минут, то это все уже, мозг отмирает, почте чуть позднее, через десять минут. Все это не совсем так, то есть, на самом деле, никаких не то, что там исследований рандомизированных, слепых, но независимых, так называемых, их не существует в мире, нигде не существовало, и не существует, и не будет существовать. Приходилось сталкиваться с ситуациями, не вдаваясь в подробности, я просто скажу, в тонкости лечебного процесса, работы, это и очень разные были ситуации, когда человек без циркуляции крови в организме, при нормальной температуре тела, что очень важно, был не то, что пять минут, а семнадцать минут, девятнадцать минут, и при этом массаж сердца никакой не выполнялся, никаких проблем, никакого мозгового дефицита, ничего, понимаете, выписка. Бывали другие ситуации, сейчас ведь у нас техник, у нас не просто каждый больной лежит, там мониторчик висит, давление там разное, ЭКГ контролируется, все там газовый состав крови, в каждом из этих, ну это типа как компьютер, чуть побольше, но там не просто компьютер, там очень мощный компьютер, и можно по каждому больному, например, вечером ты ушел там в девять вечера домой. Утром приходишь и ты говоришь, ой, больной тут вот дал остановку кровообращения, там или там фатальные нарушения ритма, ну с падением давления, это длилось всего минутку. Ну, дежурная служба говорит, ты смотришь в зрачок и понимаешь, что видимо не минутка была, ну там можно подтвердить там компьютерные томографии всякие сделать, сейчас обмануть невозможно, потому что ты нажимаешь одну кнопку, вот, память, память в каждом этом компьютере, где каждый гемодинамический показатель поминутно, посекундно, до секунд можно посмотреть, сколько секунд, сколько минут длилось вот это вот падение артериального давления, то есть обманывать смысла нет. И опять же понимаете, вот благодаря вот этой вот технике, вот этому всему, действительно бывает, ну и здоровые люди вон это на улицах в такую жару падают, там брадиаритмии, тахиаритмии и все это бывает, это проблема во всем мире, умирают от этого, кстати, тоже. Так вот, бывает действительно всего на минуту, там на 70 секунд падение давления артериального, а у человека действительно тяжелая там мозговая симптоматика. Это противоположности разные. Я к чему это говорю? Мы далеко не все еще знаем о мозге, о душе и кому, как суждено, так сказать, болеть и упаси бог умирать. Потому что клиническая смерть, сегодняшние технологии наши, мы вот, ну бывают операции такие, когда мы циркуляцию в организме останавливаем на 60 минут, на 70, вот максимально было 119 минут, 2 часа. 2 часа нет циркуляции, кровь не циркулирует в организме. Ну это операция, когда нужно всю дугу аорты заменить. Мы изолированно можем кровоснабжать мозг головной через одну артерию или через две. То есть это такие тонкости, понимаете, интереснейшие вещи. Вот то, что 20 лет назад мне казалось просто космосом, понимаете. Сейчас это, ну если не каждый день, то раз в неделю там такие больные идут, понимаете, интереснейшие. И человека, я имею в виду почки, печень, руки, ноги, все, кроме головного мозга, 2 часа вообще никак не кровоснабжается. И этот человек через 12 дней выписывается домой своими ногами. В это можно поверить? Ну, это такие вот, как голова профессора Дойля, понимаете. Это не эксперимент, это клиническая практика, это уже огромный опыт и в мире, и в России, и наша клиника одним из лидеров в этой хирургии. Мы в пятерку входим по аортам в том числе.